27 октября прошлого года жизнь заместителя полка 1441 Игоря Голобородько изменилась кардинально. Именно в этот день началось формирование воинского подразделения на Тотском полигоне. В начале этого года полк прибыл на территорию Луганской Народной Республики. Военнослужащие из Алтайского края на передовой были всегда в первых рядах. Без потерь, к сожалению, не обошлось. Есть и раненые, и погибшие. И все же в Тотском полку потерь меньше, чем у других. В основном работает артиллерия, а артиллерия украинская, прямого боестонглавения очень мало получается. Стараемся народ беречь, еще раз повторяю, у нас самые маленькие потери среди нобилизационных полков. Так что мамы, невесты, жены, не переживайте по возможности. Максимум приложим усилий, чтобы вернуть домой. Когда домой, пока не могу сказать. Надо побыстрее все это заканчивать. Я думаю, там наверху как-то договорились. Территорию освобождать однозначно надо. Фашизм мы не должны. Лучше его там остановить, чем мы будем останавливать у себя дома на крыльце его. Так что разберемся. Все будет хорошо. Тепловизоры, генераторы, средства связи, медикаменты, автомобили и многое другое передавали бойцам СВО на передовую. Игорь Голобородьков в свой отпуск решил найти время на встречу с людьми, которые поддерживают бойцов, чтобы выразить им благодарность. А неравнодушных на Алтае немало. Волонтеры, трудовые коллективы, предприниматели, депутаты. Все они регулярно отправляют гуманитарный груз для участников СВО. Больше года назад Народный фронт запустил специальный проект «Все для победы». Он оцелен не только на поддержку бойцов, но и мирного населения новых регионов России. Общей сложности организации направило уже 650 тонн груза на сумму в 35 с лишним миллионов рублей. Командир нам уже обозначил, что заявки достаточно большие. То есть могу сказать, что общей сложности сейчас незакрытых заявок у нас совместно поступивших в Совет и в Народный фронт порядка 105 миллионов. То есть это дорогостоящие, серьезные вещи, необходимые там, дополнительно гособеспечению. Поэтому задачи стоят. То, кто чем может, помогает. За это огромное спасибо. Проект активно развивается, перерастает числом участников и партнеров. Так недавно к нему присоединилась сибирская медиагруппа. А в целом поддержать бойцов и мирное население новых регионов страны может каждый. Для перевода средств достаточно отсканировать QR-код, который вы видите на своих экранах. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.